Выходные были оживленные на стадионе Карасаи. Больше сотни петропавловцев пришли, чтобы посоревноваться в беге на коньках. Все они не профессиональные спортсмены. Удалось ли смелым любителям покорить лед, узнавала наша съемочная группа. На стадионе играет музыка. Спортсмены готовятся к забегу. Раскатывают коньки, проверяют шнуровку. Ничего не должно подвести в борьбе за победу, говорят они. Первыми на лед выходят мужчины. Внимание судей на секундомер, участникам дают отмашку старт. Учителя, экономисты, спасатели. Сегодня настоящим конькобежцем может почувствовать себя любой желающий. Только если ему исполнилось 18. Рашиду Исмаилову где-то за 60, говорит он лукавя. Хотя чувствует себя максимум на 40. На коньках держится уверенно, даже пируэт выписывает. В казачьем хоре, дуслыке, пытаюсь заниматься журналистикой. Все лето я езжу на велосипеде. Вообще я за здоровый образ жизни. Человек должен до старости лет быть здоровым, сильным, веселым, энергичным. Такие соревнования для любителей конькобежцев проводят впервые. Привычнее видеть спортсменов-непрофессионалов на лыжах, говорят организаторы. На стадион пришли сотни желающих побегать на льду. Правила одинаковые. Фишки видите вы расставлены. Мужчины 500 метров, женщины 300 метров. Будет браться время. У кого будет лучшее время, тот и будет победителем в наших соревнованиях. Кстати, представительницы прекрасной половины проигрывают в численности. На лед вышли всего пять спортсменок. Но за победу они соревнуются не менее азартно. Александра Салминар, Манджамангузов, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова